В августе 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую организацию. По мнению ряда экспертов, в перспективе это может серьезно ухудшить положение российского сельского хозяйства. Чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях снижения таможенных пошлин для импортных производителей, нужно внедрять новые технологии. Именно они позволят повысить качество продукции и одновременно снизить ее себестоимость. Компания Ковикорм может оказаться одним из драйверов этого процесса. Разработчик технологии, которая легла в основу бизнеса компании Ковикорм, Александр Ковалев, получил юридическое образование. Но еще до учебы в ВУЗе и службы в армии он работал на машиностроительном предприятии. Начал токарем, а вырос до рационализатора производства. До работы в фирме Ковикорм у нас было собственное предприятие, передовые технологии развития, где мы разрабатывали технологии на базе нашего же изобретения, кавитационного агрегата «Арит». С 2000 года по 2005 мы отработали порядка 40 технологий, которые являются прорывными во многих отраслях науки, промышленности. Проект Ковикорм был запущен в 2009 году. В его названии отражен эффект кавитации, на котором основана собственная технология компании. Кавитация от латинского «cavitas» – «пустота» – это образование газовых пузырьков или «cavern» – полостей в жидкости. Газовая смесь внутри пузырьков насыщена кислородом и имеет высокую температуру, за счет чего она химически агрессивна. Частый эффект кавитации нежелателен, и многие инженерные разработки нацелены на то, чтобы его избежать. Но, оказалось, кавитация может играть и позитивную роль. По этой технологии у нас сверхбыстрые торпеды, самые быстрые в мире реализованы, которые с скоростью сотни километров под водой движутся. Почему они там движутся, не испытывая сопротивления воды? Там облако кавитационное. Вот эта хитрая очень техника, она вдруг стала работать совершенно в мирных целях. Эффект кавитации позволяет оборудованию ковикорма создавать в жидкой среде поле с колоссальной энергией измельчения твердых частиц. Спектр применения технологии широк. Пока же реализуется всего несколько направлений. Все они имеют отношение к сельскому хозяйству. В частности, это приготовление кормовых смесей в животноводстве. При переработке сельскохозяйственных сырья образуются миллионы тонн различных отходов. В частности, наиболее крупные категории это спиртовая барда, пивная дробина, а также шроты масочных культур. Идея компании ковикорм заключается в том, что эти отходы можно использовать как источник сырья для производства высококачественных, удовлетворяющих всех современным требованиям кормления, кормовых концентратов. Сегодня у ковикорма два основных направления развития. Во-первых, это кормо-цеха для свинокомплексов. Во-вторых, заводы по производству кормовых концентратов, которые можно использовать как основу для кормления в животноводческих комплексах, как на собственных установках ковикорма, так и на модернизированных линиях сторонних производителей. Для тестирования и отладки технологии в Лебяжьем под Димитровградом построена пилотная установка ковикорма. Опытное производство. Выпуск нового изделия малой серии на опытном заводе «Пайлот Плант». Цель опытного производства – изготовление и отработка опытных образцов новых продуктов и технологических процессов, проверка и при необходимости корректировка метода производства. Завод в Лебяжьем производит кормовые концентраты из отходов разных пищевых производств, подбирая оптимальный режим переработки под каждый вид сырья. При этом технологии еще корректируются в соответствии с откликами, которые поступают из опытного хозяйства – сельскохозяйственного кооператива «Искра» в Удмуртии. Производственные линии ковикорма работают с минимальными затратами энергии, при этом получаются высококачественные и сбалансированные кормовые концентраты. В отличие от технологий, широко распространенных в Европе и США, когда отходы просто высушиваются на предприятиях, установка в Лебяжьем может производить влажные корма. Они лучше усваиваются и обладают большей питательной ценностью. Мы находимся на участке коэффициентной обработки сырья. Сюда подается пивная дробина, послеспиртовая барда, пивные дрожжи, отруби, горох, различные шроты, жмыхи. И вот эта вся масса отходов различных производств перерабатывается на кавитационном агрегате «РИТ». Дальше это сырье, переработанное кавитационным способом, идет на биоферментацию в этой емкости. Мы обрабатываем смеси молочно-кислыми и пропионными бактериями, где идет наращивание белка. Кавитационная обработка отходов пищевых производств – ключевое звено технологического процесса. Именно она позволяет одновременно на клеточном уровне измельчать, гомогенизировать и пастеризовать кормовую смесь. У нас есть зерно, которое слегка проращивают. Там появляются свои ферменты, то есть это зерно превращается в солод. После этого его дробят, и в воде проходит ферментативный гидролиз, в результате которого те ферменты, которые появились в зерне, начинают крахмал нарезать на маленькие отдельные сахара. Так для того, чтобы фермент подобрался к крахмалу хорошо, это все должно быть в пух, в такой, грубо говоря, переработанной, перетерто. И вот как раз кавитация, она позволяет производить этот процесс наиболее эффективно. С 2008 года в Удмуртии в сельскохозяйственном кооперативе «Искра» установлена технологическая линия по приготовлению влажных кормов, рассчитанная на единовременное кормление 4000 животных. Руководство «Искры» активно перенимает западный опыт и открыто к использованию отечественных инновационных технологий. Комплекс новейших технологий позволит выпускать высококачественную свинину по цене ниже импортной. Это особенно важно после вступления России в ВТО. Специфическая проблема стоит перед предприятиями, производящими этиловый спирт для пищевой и фармацевтической отраслей. По закону они обязаны полностью утилизировать основной отход – спиртовую борду. Это скоропортящийся продукт, в котором быстро накапливаются опасные токсины. Сливать ее в водоемы нельзя, это вредно для экологии. Перевозить непереработанную борду нерентабельно, она содержит более 90% жидкости. Выгодно перерабатывать на месте. В прежние времена проблем с утилизацией борды не было. На протяжении истории скот был не просто тягловой силой и источником мяса и молока, но главное – источником навоза – единственного до конца XIX века сельскохозяйственного удобрения. При каждой винокурне было принято разводить скот, который отлично питался спиртовой бордой, и мясо от него было превосходного качества. Примерно 150 лет назад русский писатель Николай Лесков опубликовал очерки вина курения в Пентинской губернии. И там он показывает, что большое количество небольших винокурен очень хорошо сказывается на развитии сельского хозяйства. Вот как раз мало крупных сказывается хуже, потому что борда быстро скисает, ее невозможно хранить и перевозить. Большое количество малых винокурен – это идеально, потому что картошка или рожь идут на винокурение, отходы винокурения борда идут на корм скоту, скот производит навоз, навоз удобряет почву. Получается безотходный процесс. Просто мечта эколога. В наше время кормить поросят бордой не получается. Во всем виноват прогресс. Потому что улучшили и подняли качество самой технологии. И так как это отход, а естественно, чем меньше отходов, тем качественнее и эффективнее производство. То, что касается, например, после спиртовой борды, применение ферментов в технологии приготовления позволяет извлечь максимальную пользу из борды. В итоге отход остается очень бедным. И в этом плане он уже как субстрат для питания животных не очень подходит. В России в год производится 700-800 миллионов литров спирта. При этом образуется 100 миллионов литров борды. Чтобы ее утилизировать, предприятия должны закупить специальное оборудование. Иначе по закону они окажутся под угрозой отзыва лицензии. Но оборудование стоит дорого, и не все могут себе это позволить. Исполнение закона, принятого в 1995 году, многократно откладывалось, поскольку было ясно, что это повлечет за собой коллапс спиртопроизводящей промышленности и массовое закрытие мелких предприятий. Мы им предлагаем технологию, которая позволит не просто утилизировать, а получить продукт и получить дополнительную прибыль на предприятии. Это решает экологические проблемы, это решает социальные проблемы, потому что создаются новые рабочие места, и это решает экономические вопросы, потому что дополнительный продукт и дополнительная прибыль. Технологии утилизации и список оборудования, которые должны быть на каждом спиртопроизводящем заводе, еще предстоит законодательно регламентировать. Чтобы попасть в такой список, Ковикорму предстоит еще доказать эффективность своей технологии. Мы должны сперва построить эффективное производство, которое покажет свою экономическую эффективность, окупаемость 3-4 года, и прибыль порядка 300 миллионов рублей в год. И все, больше ничего не надо доказывать, потому что все остальное, оно убыточно для того же спиртзавода, вся утилизация. Поэтому, как правило, экономика диктует условия развития. В декабре 2009 года фонд ВТБ управления активами проинвестировал в Ковикорм средства 2-го регионального венчурного фонда города Москвы. Компания получила на развитие 120 миллионов рублей. Ковикорм – один из редких примеров венчурных проектов в сельском хозяйстве. Перспективность разработок Ковикорма венчурным инвесторам подтвердили во Всероссийском институте животноводства Россельхозакадемии. Мы поняли, что та технологическая концепция, которая была выбрана компанией, она рабочая, и компании удалось успешно пройти через ряд технических трудностей при запуске этого завода, потому что его проект несколько раз пересматривался для того, чтобы доказать свою работоспособность. Сейчас Ковикорм, по сути, встраивается в пустующую нишу между различными пищевыми производствами и животноводческими предприятиями, которые могли бы использовать пищевые отходы себе на пользу при условии надлежащей подготовки. Это может принести выгоду всем сторонам. Потенциальными заказчиками по кормо-цехам являются свинокомплексы. Это и крупные свинокомплексы, и средние предприятия, и даже фермеры, потому что наше оборудование, оно модульное, и оно позволяет кормить животных как на небольшой ферме, так и на крупных современных свиноводческих комплексах. Это первое. Потребители продукции наших заводов, это технологии, это спиртзаводы, это пивзаводы, это крахмалопаточные заводы, то есть это все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, которые на сегодняшний день имеют отходы и не знают, куда их девать. Мы же, скажем так, эти отходы превращаем в доходы. Еще в Ковикорме занимаются производством препаратов на основе гуменовых кислот, которые в растении и водстве позволяют на 30% повысить урожай зерновых, бобовых и технических культур. Однако, помимо сельскохозяйственной тематики, в Ковикорме нашли и другое неожиданное направление развития. Фирма Ковикорма создана специально для производства кормовых добавок и технологий по кормлению животных. Они тоже являются прорывными и самыми эффективными. Но для дальнейшего развития тех технологий, о которых я сказал, создана специальная дочка Ковикорм инжиниринг, которая является участником Сколково в кластере энергоэффективности. Все эти технологии, они энергоэффективны и, естественно, будут иметь продолжение развиваться именно в рамках Сколково. Сегодня в строительстве используется пеностеклогранулят. Это западная технология, востребованная при возведении специальных облегченных конструкций, например, крыш для стадионов. Для массового производства она слишком дорога. Мы нашли технологию, когда мы заменили битое стекло породой, трепел, диатомит, и научились спучивать этот материал и превращать его в гранулы. Очень мелкие, очень легкие. Это позволяет сделать бетоны с плотностью 200-300, то есть в 4-5 раз легче, чем вода, с достаточной несущей способностью и дешевые, что опять самое главное. За технологиями, которые реализованы в Ковикорме, огромное будущее. Сейчас компания собирается тиражировать свои заводы и технологии, чтобы объем выпускаемой продукции исчислялся миллионами тонн. Это один из шансов отечественного сельского хозяйства сохранить конкурентоспособность в новых условиях. Членство ВТО.